Сегодня пункты пропуска на границе с Украиной то закрывали, то открывали. С утра Украина перестала пускать людей через КПП. Ближе к полудню Украина границу открыла. Наша съемочная группа на пункт пропуска в Первомайск приехала утром. За моей спиной пункт пропуска Первомайск-Кучурганы. Видно, что здесь практически пусто. Со стороны Украины можно заметить, что машины подъезжают. Надеются, что их пропустят, но никого не пускают. Пешком тоже никто не переходит, граница закрыта. Видно, что с нашей стороны транспорт тоже подъезжает. Это легковые машины и фуры всех останавливают. Водители выходят узнать обстановку. Многие сразу разворачиваются и уезжают. Кто-то остается ждать новостей. Многим, кому нужно уехать, сейчас уходит на другой пункт пропуска Паланку. Пока мы были пункта пропуска, несколько машин в сторону Украины все-таки пропустили. Водители рядом рассказали, что это проехали местные жители Украины. Они даже маршрутки не пускают. Стоят все. У кого только прописка, печать, что он там живет и все. Много машин? Да я бы не сказал, что много. Вчера было много, сегодня тишина. Закрытой границей оставалось примерно до 11 утра. В 11.30 таможенный комитет Приднестровья сообщил, что пункт пропуска Кучурган возобновил работу. К 12 Украина открыла и КПП Платонова. Это Дубосарский район. Машины на украинских номерах снова поехали в сторону Приднестровья. С обеда все пункты пропуска на приднестровско-украинской границе работали в штатном режиме, сообщил оперштаб. В Приднестровье у въезжающих иностранцев не требуют загранпаспорта. Детей и подростков пропускают по свидетельству о рождении. Наши пограничники предлагают свою помощь и сообщают иностранцам, где можно разместиться в Приднестровье. Что касается Украины, пока на свою территорию она пропускает только тех, у кого есть внутренний украинский паспорт с пропиской.